Это Министерство Транспорта на РЕН-ТВ. Впереди полчаса скорости, опасных трюков и самой полезной информации. Обо всем, что ездит, летает и плавает. Здравствуйте! Это Министерство Транспорта и я Вячеслав Субботин. Вячеслав Субботин. 28 лет в автомобильной журналистике. Человек с пензином в крови. Сотни машин, десятки тысяч километров, миллионная аудитория. Слава самого популярного журнала «За рулем» — это тоже Субботин. Основатель команды «Газрейдспорт». Двукратный чемпион страны по ралли-рейдам. Да, Суббота. Обещают быть интересны. Поехали. Сегодня вы узнаете. Прицеп исполняет сальто. Все, он грохнул. Чуть не утащил машину за собой. Служебный долг толкает на рельсы. Главное — правильно занять позицию. И шокирующее видео того, что должно было остаться за кадром. Только для тех, кто досмотрит до конца. Рома, Рома, с тобой все в порядке? Министерство транспорта. Обо всем, что движется из первых уст. Будет интересно. Обещаю. Все подъезды к столице и крупным городам в пробках. Среди многомиллионной армии автомобилистов есть и дачники. Они спешат вернуться в город до холодов. Доезжают не все. Эта авария произошла около получаса назад. Водителя этого легкового автомобиля только что вывезла карета скорой медицинской помощи. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят замеры, а также опрашивают очевидцев. Какая необычная авария. Хорошо, если все живы и здоровы. Но ведь она вызовет огромную пробку. Прицеп — верный помощник дачника. Но в одну секунду он становится злейшим врагом. Он может оторваться посреди оживленной трассы. Безобидные, на первый взгляд, тележки складываются и переворачиваются, увлекая автомобиль за собой на обочину или встречную. Говорить о причинах аварии пока преждевременно, так же, как и рассчитывать сумму причиненного ущерба. Стас. Да, Слав, привет. Да, привет. А как же так произошло-то? Ну, как он утверждает, что скорость он не превышал, не перегружал прицеп, ну, сами понимаете. Авария-то налицо. Почему происходят такие аварии? И как их избежать? Проведем эксперимент. Возьмем такой же автомобиль и прицеп. Сегодня на рынке можно найти прицепы на любой вкус и кошелек. Чтобы управлять большинством из них, даже не нужно дополнительно учиться. Если ваш прицеп вместе с грузом весит не больше 750 килограммов, достаточно обычных прав категории «Б». Закрепить такую тележку на фаркопе под силу любому новичку. Ну, вот справится ли он с этой ношей? Рискованный эксперимент пройдет на закрытой трассе. Для испытания мы выбрали прямой участок дороги с крутым изгибом перед финишем. Но прежде чем стартовать, опытные каскадеры Роман и Станислав превратят обычную легковушку в неубиваемый автомобиль. Впереди очень опасные испытания, и люди не должны пострадать. Лосиный тест. Упражнение, хорошо известное каждому профессиональному водителю. Так автомобиль проверяется на устойчивость. Сначала мы проверим безопасность автомобиля с пустым прицепом. Роман, теперь ты не просто водитель, а машинист целого автопоезда. Ответственно. Начнем с 40 километров в час. Машина на старте. Разгон и маневр. Ну что, смотрите. Первый тест на небольшой скорости. Автомобиль прошел очень и очень уверенно. Теперь наш водитель разгонится до максимально допустимой скорости. Стрелка спидометра приблизилась к 70. Ну вот, смотрите, все, промчался, все фишки позбивал. Посмотрите, еще в начале лосиного теста прицеп уходит вправо. И тут же как маятник в другую сторону. К счастью, водителю удается стабилизировать автомобиль. Роман, ну ты профи. Я видел, как ты сейчас управлял машиной. Знаешь, новичку с таким заносом точно не справиться. Ты что делал? Я ее газом вытянул. То есть я видел, когда ее вот так вот понесло, да, тебя подбросил, и ты начал уже здесь вот вылавливать у машины. Но я видел, что ты был ближе к перевороту. Был такое ощущение? Ощущение было, не втрою. Ну ладно, все, готовься к следующему взаиму. Как вы видите, нагруженный прицеп выездит уже. Смотрите после рекламы. Шокирующее видео того, что должно было остаться за кадром, только для тех, кто досмотрит до конца. Рома, Рома, с тобой все в порядке? Обо всем, что движется из первых уст. Стоим, не едем. Россия застряла в паутине автомобильных пробок. Два часа в дороге на работу, три обратно. Данность, к которой привыкли миллионы. Еще несколько лет назад самая популярная у россиян дорога на юг, трасса Дон, круглый год собирала многокилометровые заторы. А сегодня летит. Больше 200 километров трассы Дон, стали нынче платными. Хочешь ехать быстро? Плати. Пока в России только 8 платных участков на трех федеральных трассах. М1 Беларусь, М4 Дон и М11 Москва-Санкт-Петербург. Общая длина 460 километров. Две из них в Подмосковье снимают нагрузку с самых пробочных участков под Одинцовом и Каширой. В сравнении с протяженностью всех российских дорог, это капля в море. Основное отличие платного участка дороги в том, что он несет пользователю два выгода, два преимущества. Во-первых, это экономия времени, потому что проехать по этому участку всегда быстрее, чем по бесплатному альтернативному маршруту. Во-вторых, это безопасность. Безопасность складывается как из безопасности с точки зрения качества дороги, качества дорожного покрытия, наличие системы управления дорожным движением. Разберемся, стоит ли платная дорога потраченных денег. Ответ для большинства очевиден. Я плачу транспортный налог. Зачем мне еще платить деньги? Мы поедем в сторону Москвы по популярному маршруту от деревни Михнево на старте до малого московского кольца Бетонки на финише. Всего 23 километра. Посмотрим, сколько времени нам это сэкономит. Сейчас 10 часов утра. Мы подождали, когда рассосутся кромки, иначе наш эксперимент затянулся бы надолго. Чтобы его провести, мне нужен надежный партнер и второй автомобиль. Знакомьтесь. Профессиональный пилот Любовь Вильда. Любовь, привет! Привет, Сан! Любовь Вильда. Пилотессы официальных соревнований российской дрифт-серии. Я еду по платной, по бесплатной. Вот твой автомобиль. Поехали? Поехали. Машина на старте. Баки под завязку и полный вперед. Казалось бы, что проще. Разрешенная скорость на обычной дороге 90 километров в час, а на платной 120. Но каждая остановка сильно снижает среднюю скорость автомобиля. Кажется, что Люба вырвалась вперед и тут же попадает в красную волну светофоров. Какие тут могут быть гонки? Чтобы попасть на скоростную трассу, сначала нужно заплатить. Можно было бы рассчитаться наличными, но Вячеслав решил потратить 5 минут на покупку специального устройства – транспондера. Спасибо. Это вот такое маленькое устройство. Там есть небольшая микросхема, которая при подъезде пункта взимания платы передает сигнал на антенну и, двигаясь со скоростью порядка 30 километров в час, не останавливаясь, вы можете подъехать, произойдет контакт, откроется шлагбаум, вы проедете, и с вашего лицевого счета будет списана сумма согласно тарифу. Теперь главное его правильно закрепить. Важно, чтобы он не был спрятан под металлическими деталями, поэтому лучше всего закрепить на лобовом стекле, да так, чтобы он не мешал обзору. Смотрите, я еду 30 километров в час, все, открылся метров за 25. Дальше я могу только ускориться, а они будут мне завидовать, это точно. А тем временем Любовь Вильде проехала уже 10 километров и, кажется, снова вырвалась вперед. Дорога идет по населенным пунктам, быстрее 60 не разогнаться, но Люба не унывает. Просто очень классно ехать по полям. Вместе с Вячеславом Субботиным подсчитываем расходы. 800 рублей за транспондер, 500 рублей на счет. Это 1300, плюс 35 за проезд. Можно прибавить газу и вырваться вперед. Скорость на платном участке в два раза выше. Считанные минуты, и Вячеслав сократил отставание, а Любу окружили грузовики. Да, с перекрестной дороги, конечно, фур очень много. Там очень большая пробка. А сейчас мы просто зажаты. Какое же это удовольствие ехать по пустой, прямой, широкой дороге. Но и здесь может случиться казус. Вдруг авария, или кончится бензин. А съездов на ней не так и много. Платный участок под круглосуточным наблюдением. За трассой следит несколько десятков видеокамер. А вдоль дороги установлены терминалы экстренной связи. Ими может воспользоваться каждый. На наших платных дорогах работает служба аварийных комиссаров. Если вдруг происходит, не дай бог, какая-то неприятная ситуация, в течение 15 минут прибывает аварийный комиссар. Абсолютно бесплатно помогает решить любую проблему. Например, даже если закончился бензин, он съездит, привезет канистру бензина, чтобы заправить машину. Вячеслав оставляет соперницу далеко позади и останавливается. Ну вот оно, спасение. Нажимаю. Проверим, как работает. Вот ты, блин. Я испугался, правда. Ну хорошо, что громко, потому что может быть шумно. Алло. Здравствуйте. Мне вот нужна помощь. Скажите, как быстро вы можете приехать ко мне? Где-то минут 5-7-10. Ой, я вас жду, я вас жду с нетерпением. Не успел Вячеслав отойти от терминала, а автомобиль аварийного комиссара уже показался на горизонте. И сколько будет стоить эта услуга? Нет, эти услуги у нас бесплатные. Да вы что. А часто приходится вот так помогать? Да, часто. Особенно в этом день. А что случается? Ну что, больше всего. Весно сломался, закипел. Вячеслав попрощался с аварийным комиссаром и набирает скорость. А Люба не может выбраться из ловушки светофона. Позади уже три четверти пути. Кто придет первым? После короткой рекламы. Неожиданный результат гонки. Я обязательно приеду на трек. Ветер скрежет, стук, шум. Опасный эксперимент в подземке. Смертельный урожай на полигоне. Рома, Рома, с тобой все в порядке. Наша гонка завершилась. Первым к финишу пришел Вячеслав. Ему удалось уложиться в 25 минут. При этом в самом начале он потратил 5 минут на покупку транспондера. Итого чистое время 20 минут. Ну ты сколько потратила? 31 минуту. Что ты делала все это время? Наслаждалась пейзажем. Даже минутка. 11 минут разницы. Получается средняя скорость на платной трассе на целых 30% выше. И чем длиннее такой участок, тем больше вы сэкономите времени. Москвичу, паркующему машину в пределах третьего транспортного кольца, придется разориться на годовой абонемент на стоянку. Хотите сэкономить? Паркуйте машину подальше от центра. Например, на одной из перехватывающих парковок перед метро. Самое приятное, что на этой парковке можно оставить автомобиль совершенно бесплатно. Но нужно предъявить билет с двумя поездками в метро. Но это при выезде. В одной лишь Москве таких парковок больше 20. Всего на 6 тысяч мест. Вот, мы получили заветную карту. Значит, свободное место есть. Теперь его нужно найти. Большинство перехватывающих парковок заполняются уже к 8 утра. Вот я вижу, там есть свободное место. Платить придется. В Москве прошли митинги водителей, недовольных расширением платных парковок. Автолюбители считают, это способ заработать, а не разгрузить дороги. В столичном департаменте транспорта в требованиях водителей отказали. Не заплатил, ходи пешком тех, кто накопил штрафов на сумму больше 10 тысяч рублей. Предлагают лишать прав. На оплату штрафа по закону дается 60 дней. Не уложился в строк суд. Правительство одобрило законопроект. За незаконную эвакуацию в тюрьму в Госдоме предложили сажать в тюрьму эвакуаторщиков, которые нарушили закон. Если суд установит, что автомобиль эвакуировали незаконно, сотрудников, которые приняли это решение, а штрафуют на 200 тысяч рублей, присудят 5 лет принудительных работ или отправят за решетку на 7 лет. А мы с Вячеславом Субботиным спускаемся в подземку. Ему предстоит опасное испытание. Самый массовый вид транспорта. Метрополитен есть в каждом крупном городе мира. Только в Москве поезда подземки перевозят 9 миллионов человек в сутки. По статистике, поездка на метро безопаснее автомобильной в 200 раз. И 80% происшествий связаны с нарушением элементарных правил безопасности. Этот случай произошел в Минском. Метро подвыпившая гражданка неожиданно прыгнула на рельсы. Сил забраться на платформу не было. А этому мужчине просто стало плохо. Он потерял сознание и оказался на путях. Таких падений сотни. И лишь немногие заканчиваются хэппи-эндом. Порядка 150 травм с пассажиров вместе у нас происходят. Основные травмы – это где? Это бывает на эскалаторе, на лестничных марш. И порядка 15 случаев – это когда падение на рельсы. Что делать, если прямо на ваших глазах человек упал в платформу? Стоит ли прыгать вслед за ним? Ситуационный центр московского метрополитена. Его операторы следят за безопасностью во всей столичной подземке. В эту комнату поступают все звонки о нештатных ситуациях. Сюда передается изображение 5000 камер, установленных в вестибюлях, вагонах и платформах. Всего пара секунд требуется оператору, чтобы вывести изображение любой из них на большой экран и принять решение о дальнейших действиях. Основной функцией нашего центра является сбор оперативной информации о любых нарушениях в работе метрополитена. Информирование руководящего состава метрополитена об этих нарушениях для принятия оперативных мер. Информирование городских организаций, экстренных служб города. Самый простой и быстрый способ сообщить о несчастном случае – колонна экстренного вызова. Такие стоят на каждой станции. Но никакая система безопасности, даже самая совершенная, не защитит нас от нашей беспечности. Лучший способ обезопасить себя – отойти подальше от края платформы. Вот за эту черту. А еще не играть, не бегать, не толкаться и не отвлекаться на телефон. Даже если звонок очень важный. А если на ваших глазах человек упал с платформы, не пытайтесь спасать его самостоятельно. Это может быть смертельно опасно. Зовите дежурного по станции или сообщите о случившемся через колонну экстренного вызова. Если вы видите, что уже поезд въезжает на станцию, и вы не успеваете передать информацию, то необходимо остановить поезд. Электричка подъезжает к станции на скорости 60 км в час. Остановить многотонный состав мгновенно невозможно. Но тормозной путь будет втрое короче, если правильно предупредить машиниста. Подойдите как можно ближе к концу платформы со стороны прибытия поезда. Возьмите любой предмет – шарф, зонтик, сумку – и делайте вот такие простые круговые движения. Если ничего подходящего нет, вращайте просто рукой. Это знак экстренной остановки. Машинист обязательно поймет. Первая реакция человека, оказавшегося на рельсах – вернуться на платформу. Но это запрещено. Спасаясь, можно задеть контактный рельс. Сейчас он отключен, и наш ведущий переодевается и спускается на пути. Не пытайтесь это повторить. Но я попробую выбраться так. Не получится. Контактный рельс слишком близко, а платформа далеко. Наступлю ногой и проломлю короб. Именно благодаря этому жесткому проводу ездят подземные поезда. Рельс спрятан в защитный короб, который может легко проломиться под весом человека. Напряжение 825 вольт может быть смертельно опасным, если коснуться, например, его ногой. Если поезд еще не показался в туннеле, бегите к началу платформы в сторону часов. Вы окажетесь в относительной безопасности, а у дежурного будет время предупредить машиниста и обесточить контактный рельс. Когда поезд уже показался на станции, бежать поздно. Выход один. Лечь между рельсами. Вот спасительное пространство между рельсами. Главное – правильно занять позицию. Лицом вниз, навстречу поезду и голову прикрыв руками. Если лечь головой к часам, поток воздуха раздует одежду, и она попадет под движущиеся части состава. Одно неверное движение может стоить жизни. К счастью, наш ведущий отделался легким испугом. Ух, я, знаете, я не успел ничего понять. Ветер, скрежет, стук, шум. Неприятно лежать вот так, уперевшись лицом в холодный грязный бетон. Но жизнь дороже. Чтобы не оказаться на рельсах, не заступайте за эту черту. Это ваши линии жизни, а моя ведет наверх. Ну вот и все. Теперь я могу забрать свой автомобиль совершенно бесплатно. Кстати, у всех перехватывающих парковок есть отличный бонус. Они оборудованы веб-камерами. И я мог наблюдать за своим автомобилем в течение дня через приложение на любом телефоне. В начале программы мы решили выяснить, почему переворачиваются прицепы. Вы уже убедились, что даже пустая тележка с трудом удержалась на дороге при скорости 70 км в час. Пора усложнить задачу и загрузить ее по полной. Обратите внимание, наш прицеп одноосный. Поэтому грузить его надо равномерно. 50% сюда, 50% веса сюда. Если все переместить вперед, тогда задок присядет. А передняя часть машины поднимется. И машина перестанет управляться. У каждого прицепа есть грузоподъемность. Наша тележка по паспорту может тянуть 415 кг. Ни в коем случае не перегружайте прицеп. Это скажется отрицательно не только на управляемости, но и на тормозах. Автомобиль без груза останавливается у стоп-линии. Пустой прицеп заставляет машину остановиться на 5, а груженный на 10 метров дальше. Едете с прицепом, держите дистанцию в два раза больше. Самая ответственная и опасная часть нашего эксперимента начинается. Поехали. Скорость 50. После стремительного маневра в исполнении опытного каскадера Романа, прицеп буквально пускается в пляж. Роман, ты потерял часть своего урожая. Это практически предельная скорость, на которой автомобиль еще кое-как управляется. Пройдем поворот еще быстрее. Это намного опаснее. Посмотрим, что у нас получится. Стартуй, но только очень аккуратно. Я тебя очень прошу. Автомобиль входит в поворот, но прицеп собирается ехать прямо. Мгновение, и колеса отрываются от асфальта. Вот это, вот это да, все. Все, он грохнулся. Он чуть не утащил машину за собой. Я не знаю, что сейчас переживает Роман, но думаю, очень сильное чувство. Он едва-едва поймал машину. Прицеп уже на боку. Но самый рискованный заезд еще впереди. Сейчас Роман поедет с максимально разрешенной скоростью. 70 километров в час. И это может быть смертельно опасно. Роман, готов? Да, готов, готов. 70 километров в час. Автопоезд набирает скорость. Водитель поворачивает руль, но тяжелый прицеп продолжает ехать прямо. Он буквально выталкивает легкий автомобиль наружу поворота. Левое переднее колесо девятки прогибается. В то же мгновение автомобиль переворачивается. Вы это видели? Он перевернулся. Роман, Роман, с тобой все в порядке. И это после обычного маневра на допустимой скорости Водитель уцелел только благодаря вот этому каркасу, встроенному в автомобиль. На обычной дороге могли бы последствия быть более серьезными. Просто катастрофическими. Отправляясь в путь с прицепом, нужно помнить несколько правил. Соблюдайте дистанцию. Расстояние до машин должно быть намного больше, чем обычно. Скорость, как и рекомендуют правила, не выше 70 километров в час. Перед каждым маневром лучше заранее замедлить движение и сделать это плавно. Ни в коем случае не нажимайте на тормоз одновременно с поворотом руля. Прицеп может стать неуправляемым. Это Министерство транспорта на РЕН-ТВ. И я, Вячеслав Суботин. На дороге, в подземке, в воздухе, на воде будьте внимательны и осторожны. Берегите себя. И доброго вам пути. Увидимся через неделю. Это должно было остаться за кадром. Трюк едва не вышел из-под контроля и мог стоить жизни нашим операторам. Они забыли о безопасности. Посмотрите, тяжелый прицеп летит прямо на них. Всего пара шагов отделяла их от верной гибели. Субтитры создавал DimaTorzok